Есть такой человек. Вы его не знаете. Зовут его Евгений Миронов. Женя, закрой уши ненадолго. Евгений Миронов на мой актерский, личностный, женский взгляд. Прежде всего профессиональный. Это лучший артист своего поколения. Лучший. Я вам могу говорить соответственно, потому что я работала с очень многими великолепными, потрясающими артистами. Такого артиста, как Женя, я не встречала. Потому что лично для меня профессия – это когда ты сталкиваешься с персонажем и дальше начинаешь уходить вглубь и вглубь. То есть ты уходишь все дальше и дальше от того, какой ты есть просто сам по себе. И вот этот вот диапазон, который создает этот поиск другого человека, другой судьбы, в которую ты играешь, другого всего, других привязанностей, других привычек, другого вида – в соединении с объемом личности, которую ты сам из себя представляешь. И только в этом соединении. Это и есть актерский объем, актерская магия. Когда ты уже не ты, но при этом в твоем персонаже, который ты играешь, который очень разный. Потому что Женя играет совершенно разных людей. Женя никогда не повторяется. В этих персонажах, в поиске которых актер Евгений Миронов доходит до самой глубины, всегда проявляется его личность. Личность у Жени уникальная. Я не знаю больше, более отзывчивого человека в своем мире, чем Жени. Я все время говорю, Женя, ты должен себя беречь. Ты должен себя беречь. Но так нельзя все время кидаться, всех спасать и всем оказывать помощь. Я буду тебя беречь, говорю я Жене. И что я делаю в выходной день, в единственный выходной день, между блоком сложнейших спектаклей? Что я делаю? Я прошу помочь фонду «Gift of Life» и помочь нашим детям. И что Женя делает, безотказно соглашаются. Женя, спасибо тебе огромное. Я прошу вас всех аплодисментами. Встречайте. Это только выходит на сцену. Личность Миронов. Другой вечер, дорогие друзья. Прежде чем я начну говорить о чум-пам, я, знаете, что подумал? У нас какая-то… Я не ожидал, честно вам скажем, что тут… Ну просто какая-то свадьба такая наша. В общем, ну очень, очень, очень что-то напоминает. Причем уже мною забытые. В Саратове и последний раз я так сидел. Что-нибудь вроде. Вы знаете, мы отыграли первый спектакль здесь «Негастроев», рассказывает Шукшина. К нам пришла гостья Хелен Миррен, великая актриса. Мы с ней познакомились с Ержем Лондоне. Она специально приехала на спектакль. И причем она хотела познакомиться со мной, потому что она Елена Миронова. У ее папа, дедушка, я сейчас не помню, царский генерал. И она хотела познакомиться, понять, значит, вообще что-то у нас есть родственные или нет. И, как оказалось, удивительным образом, мы когда стали выяснять, то у ее корней под Калугой, и у папы моего под Калугой, и там была целая деревня Мироновых. Не знаю, так или иначе, я не думаю, что у меня есть генеральские какие-то гены, кровель, но я к чему это рассказываю. Она после спектакля, рассказы Шукшина, она зашла, мы все актеры, высыпали, она зашла за кулисы, мы все так очень радостно с ней сфотографировались. Потом она меня попросила, мне он хотел с ней переговорить, зашла в племенную, и она, я вам клянусь, она зарыдала. Я растерялся. Она стоит, причем она такая, она звезда, голливудская звезда, дива. У нее очень красивая, тут косуха красная, вообще она как секси. Она вот так вот села, как баба русская, и у нее там слезы, и сестра ее успокаивает, я ее успокаиваю. Она говорит, спектакль ей еще понравился, она говорит, есть что-то во мне такое, что русское. Это, понимаете, либо есть, либо нет. Я предлагаю сейчас выпить за то, что у нас это будет. Ура! Они налили, да? Не у всех есть? Есть? Давайте за нас. Девочки, мальчики. Ура! 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 Да. И закуси. Ура! 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 спектакль. Я не говорил, что это должно быть с моим участием, но он говорит, а что если я предложил тему, и мне стало понятно, что мы будем с ней вместе. Мало того, вот сейчас мы как раз репетировали в этот приезд вчера. Вчера у нас была репетиция. Алфиса будет ставить спектакль о Горбачеве. О Горбачеве и о Раисе. И Раиса будет играть, Раисе Максимову. Чурпан. А Горбачев будет играть Жене. Как я это буду делать? Я не знаю. И такая, понимаете, фантастика. Это какая-то химия, что ли. Вообще это такие вещи, которые я даже не понимаю. Я могу вот рассказать, что ты чувствуешь, когда ты находишься на сцене. Вообще это, я думаю, что когда-нибудь появится или пьеса, или какой-то внутренний монолог актера, который выходит на сцену. Потому что такое количество внимания, которое у тебя в этот момент, кругов внимания, и вот этот внутренний текст, который у тебя происходит, помимо того, что ты произносишь текст роли, должен понимать, в какую мизан сцену, ты слышишь зрительный зал, ты слышишь, что за кулисами происходит, ты на все реагируешь, как партнеры себя ведут. И единственная цель протащить, все это привести к смыслу. И не потерять свой персонаж по дороге к этому смыслу. И вот есть такие чудесные вещи, то есть ты, вот если образно это представить, такая, я всегда представляю пожарная лестница вертикальная, и ты по этой лестнице просто вот ступеньку, там даже нет ступенька, вот поручень за поручень, за поручень, за поручень передвигаешься куда-то вот наверх к этому смыслу. Но есть такие вещи необъяснимые, волшебные. Вот, например, партнерские. Что происходит, когда я играю с Женей. Вот я просто, я просто вижу это, этот момент вижу. Вот я ползу по этой лестнице, ползу по этой лестнице, и потом просто встречаюсь с глазами. И в этот момент, в тот момент, когда я встречаюсь с Женей с глазами, у Жени как персонаж делает нечто, он так смотрит на меня, что я прям понимаю, что меня раз рукой сверху и на 10 ступенек сразу выше, просто прям подкидывает. Вот эти вот, это, ну я, не знаю, как, это вот та вещь необъяснимая, видимо, все-таки, судя по вашей реакции, но это, это настоящее волшебство. Когда я понимаю, что что-то, спектакль как-то, что-то, чего-то, почва уходит из-под ног, я точно знаю, что мне достаточно повернуться, нырнуть в зрачок, и все встанет на свое место. И это, это тоже партнерски происходит только с Женей. Это какой-то просто, это какой-то джаз, какая-то, какая-то неуловимая фантастическая музыка, которая происходит между нами. Партнер, кроме того, что Женя партнер, он же еще, как бы, художественный руководитель театра, он еще отвечает за все и сразу, в тот момент, когда я думаю только, как бы мне так сказать, чтобы меня услышали там-то и там-то. Женя еще думает, ага, так, лампочка не так висит, так, здесь что-то намято. И это все здесь, что у тебя с кофточкой. У нас мешает. Все это мешает. Да, да, да. Вот, просто объем. У нас был спектакль «Фрэкен Джули». Это моя просто любимая история. Ты еще знаешь, сцена. Я Фрэкен Джули, Женя, как тебе? Жан. Я наставляю на него пистолет в полной готовности его убить. Жан понимает, что я сейчас его убью. Такой апогей, финал уже спектакля. Я наставляю пистолет. Женя поднимает руки. Я вся, а я когда... Когда это у тебя истерика была? Да, истерика. Я плакала. Когда я плачу, у меня всегда текут сопли. Это не профессионально, но я ничего поделать здесь не могу. У меня как бы текут слезы, тире текут сопли. И вот, значит, у меня текут сопли. Я вся красно, я в пятнах, вся рыдаю. Я вся рыдаю. Наставляю на него пистолет. Он поднимает руки. Я ему говорю, руки, руки. Он поднимает руки. Я говорю, не двигаться. Руки, руки. Не двигаться. И вдруг пистолет, заряженный пистолет. Вот, поставь на меня пистолет. Женя Чулпан, я Женя. Руки, руки. Да, и вдруг Женя делает так. Вытирает мне часов. Я поднимайся руки. Какая-то красивая меня убила. Она убила, она красивая. Я хочу, знаете, за что-то пить. Можно пить за чулпа. Вы уже поняли, как я к ней отношусь. Просто человек, мой любимый человек. И я еще сейчас выпью, расскажу. Я просто хочу пожелать ей здоровья. Потому что она для меня, я не знаю, как это назвать. Я на нее смотрю, я учусь, потому что... Вот это главное ее дело в жизни. Она, может не задыкать уши, она великая актриса. Великая. Это очень серьезно. За большой период достаточно, я немного... Большой, я сейчас говорю, когда я себя помню. Я немного могу назвать актрис, а я разбираюсь, я профессионал. Немного актрис. Немного. Пять не назову. За всю историю. Я сейчас говорю и про Инну Бехаловну Чурикова, и про... Не буду сейчас называть еще кого-то. Не знаю, будет ли в ближайшее время еще актрисы такого калибра, такого отношения к профессии, такого серьезного, и такого полета, когда она от себя отпускает. Но я хочу еще сказать про то, что, как оказывается, она может это абсолютно легко, вот такой талант свой, бросить к ногам вот этого дела, которое она приняла на своих плечах. И, честно говоря, за ней мы все поплелись. Сейчас театр наций, которым, конечно, я руковожу, там работают артистки и артисты, которые возглавляют фонды благотворительные. Галчонок возглавляют Юлию Пересью. Рапопорт возглавляет фонд «Бабочка». Допкуна – это фонд «Вера». Вот мы, Маша Миронова, которая... Мы все в театре нации работаем, и все мы пошли только потому, что это движение лихо совершенно, отчаянно подняла... И ничего же не было. Подтворительности не было в стране. Она. И это означает, что и не только в нашей стране оказывается, есть еще... И вот приезжая к нам в Нью-Йорк, она, конечно же, после спектакля устраивает какой-то вечер. Вот я думала, почему именно драматические артисты? Не певцы, не танцовщики, не спортсмены, не классические музыканты, а именно драматические артисты. Мне очень гордо, на самом деле, за мою профессию, потому что то, что у нас такое количество благотворительных фондов доказывает, что у нас вот что-то там, ну, не заросло еще никакой шкуры такой броней, что у нас там все как-то попадает в нас. И мы вот играем в спектакль на нашей последней премьере, где мы вместе, у Жени два фонда, у Инги Борги, у Ксения Рапопорт, мы все играем в одном спектакле. И это, конечно, невероятное чувство, что вот так вот. А вот мы, наша цеховая солидарность, наша профессия, она доказала, что мы все-таки еще ранимые, нас еще может коснуться чужая боли и чужая просьба о помощи, мы откликаемся, это очень здорово. В Москве вообще неприятная публика. Нет, они все видели снова. И гораздо приятнее, например, с рассказами Шукшина приехать. Мы только что вернулись с Алтайского края. Ну, понимаете, там люди... Родина? Они хотели... Не только родина. Я сейчас говорю, нет даже, не знаю, Саратов, еще какая-то, кстати, родина. Чтобы назвать-то, какой город. Там просто, ну, сразу нет никакой границы. Люди готовы. Что касается стран, знаете, вопрос перевода возникает, потому что есть, например, места, в которых мы были, где нет русских, русскоговорящих вообще нет. Например, в Чиии. Да, кроме посла никого не было. Или в Бразилии мы играли Бориса Бутунова, я тут сейчас помню. Борис Бутунов вот когда-то спектакль, где что-то она отказалась. Полный зал сидит волосатых мужчин с золотыми цветами. И что им Борис Бутунов? Я вообще не помню. Что-то, до тех пор, пока не вышла Марина Миша, в первом платье коренирования. Вау! И как-то пошла пьеса. И если говорить серьезно, то, знаете, это честная работа. Сразу чувствуется, поэтому тут сразу откликается зритель, понимаете? Если это не халтура. Не знаю. Мы в первый спектакле сейчас волновались, потому что мы не были в Лондоне с гастролями. Я был, а театр нации не был. И мы волновались, какая будет реакция. И хотя, наверное, соу-соу где-то первый день была половина англоязычных, половина русскоговорящих, то нет, сразу моментально была реакция. Мы почувствовали, что да-да-да, все, нет проблем. А я не волновалась, потому что Рэй Файн смотрел полгода назад, нет, полтора года назад, да? На русском языке. На русском языке без... Он в Москве смотрел этот спектакль без субтитров. Мы заканчиваем спектакль. Я думаю, боже мой, бедный. Ну что, как это... Мы заканчиваем спектакль, он первый встает, весь в слезах. Да, верно. И потом мы с ним встретились, и он сказал... То есть я понимала, что нормальный англичанин, образованный англичанин, все, как бы, все считает и все поймет. У меня вопросов, и, кажется, сейчас прямо в тот же момент. Мы были на рассказку Шенапа вчера, второй, я так понимаю, что это вот не первый ваш. Второй. Второй. Вот здесь в первом ряду. Вот мы вас видели вот прям вот так же. И это было просто, ну вот настолько вау. Хочу. У меня будет две части вопросов. Первая часть вопросов. Почему вы так долго смеялись в сценке про микроскоп? У вас какая-то смешинка попала, и вы не могли до этого остановиться. Ну если это можно. Если это всегда было, может быть там показалось, я не знаю. А вторая часть такая, то есть, такие сильные были эмоции и от вас в зал, и из зала к вам. Это молодцы, которые мы вам кричали, как вы встали все в конце и аплодировали. Это был позавчера. А вчера мы купили второй раз билеты и пошли еще раз. Да вы что? Опять мы расскажем. Шукшина. Ну для всех хороших мест не было. Мы стыли довольно далеко. То есть немножко, ну уже не так видно. И вот мне показалось, что совершенно другая реакция зала была в какие-то те же самые места. То есть там, где смеялись мы позавчера, ну мы как зал, да? Не смеялись вчера. И однозначно-то я могу сказать точно, гораздо холоднее публика аплодировала вам в конце, чем позавчера. Вот насколько, ну это мое мнение изнутри, насколько вы это видите, что вы об этом думаете, почему так, и все-таки про микроскоп чего вы так ржали? Вчера этого не было, мы специально проверили. Есть такое понятие, называется это понятие «раскоп». Когда ты вылетаешь из образа, потому что тебе так смешно, ты не можешь уже сдержать образ, ты не можешь быть в образе. Ты становишься обратно чулпан, Женя не колется. Я, и есть у нас еще один коллега, который играл в микроскопе моего сына, Саша Новин. И даже когда я пытаюсь сдержаться и не смеяться, у него такой заразительный свет, он просто сразу нашел это. И как бы это невозможно, просто ты сдерживаешься, но в какой-то момент я тоже поплыла, там ничего не произошло, просто Женя не как бы супровизировал. Знаете, у нас есть зоны, рассказывает Шуршина, именно в рассказах. Завтра это спектакль Иванов, где такого невозможно. Там придомки, придомки. Да, там невозможно, там такая тема, что, грубо говоря, там не до раскола, мне кажется просто. Рассказывает Шуршина, поэтому мы жив, 10 лет мы его играем, или 11 уже, что там есть зоны, когда мы даем какую-то свободу. 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 Я помню у Чулпана, она что-то, когда бы у нее зуб выплыл. И это, ну это блин, рассказ закончился, понимаете? Это, и, и, и... О, это да! Это я как раз, потому что я, я начала делать симпланты, потому что, у вас его... Да, 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 подождите. И я забеременела, и все остановилось просто. И у меня были какие-то временные надолго, которые выкладали. И вот у нас идет спектакль, и он, когда я понимаю, что у меня нет переднего зуба. А у меня нет переднего зуба. Я убегаю за кулисы и говорю, жвачка есть, жвачка есть. И мне, значит, приносят черную жвачку. Черную. Я говорю, нет, мне нужна белая. Я выбегаю, играю старушку. Прямо на старушку идеально. Такая, без переднего зуба, все хорошо, все, значит, играю. Играю, опять убегаю, а дальше я играю девочку. Мне нужна белая жвачка. В тот момент, когда я на сцене улыбаюсь партнером, без переднего зуба, конечно, никто не мог дальше серьезно играть. Ну, вообще-то, Табаков, мой учитель, Элег Палти, рассказывал нам вещи, которые я себе представил, чтобы можно было так вот расколоться. Они, особенно, когда они играли какие-то вещи, там, спектакли большевики, понимаете, они все, молодые ребята, Даль, Ефремов, Табаков, Евстигнеев, а у них идет спектакль большевики. И любая накладка там, это только в радость, потому что, наконец-то, мы можем от этой серьезной большевистской темы отойти. Я помню, Евстигнеев, Ленина ранили, Свердлов и выиграл, Евстигнеев, он должен был выйти, а все стоят партиями, все, как Кваша, Времов, все стоят, что-то, как Ленин. Выходит Евстигнеев, хотел сказать, глазами пытается улыбнуться, а вот желтый, московой, и заплакать. Видишь? И вот он выходит и говорит, ну как? Что? Как Ленин? Глазами пытаются улыбнуться, а жопу? И дальше все большие люди повернулись спиной в зал, и, понимаешь, зарыдали все. И Тобаков с Евстигнеевым тоже какой-то комсомольский играли спектакль. И Тобаков должен выйти поздороваться. Он молодой комсомолец, поздороваться с Евстигнеевым. Тот должен представить, тот молодой, видите какой, молодой, хороший комсомолец. Выходит, а Тобаков взял, не знаете, они играют двухсотый спектакль про этот комсомол. А раньше у Гременых стояли такие банки с вазелином, чтобы в конце снимать грим. Вазелином ужасно это. Я застал это. А потом он берет руку весь вазелин от другой банки. Выходят. Здравствуйте. Вы приехали. Вы молодой комсомолец. Да, да, да. И он здоровается с ним. Не втягнеет. Делает секунду. Говорит, хороший молодой комсомолец. Замечательный. Знаете, опять всем радость. Но как же это так. Поэтому расколы случаются, но я очень как друг очень против. У нас ощущения бывают смешные оговорки, когда нижний зал не понимают, что если ты не делаешь акцент, то кто-то слышит, но в основном никто не слышит. А все свои, конечно, слышат. И в самый, например, лирический момент у нас в рассказе Игнату приехал, конец первого акта. Такая прям лирическая. Лирическая. Очень, да. Очень. Какая такая болью пропитанная вот эту любовь к родителям. Родина малая наша. Я должна сказать кипела река. И я говорю кипела рука. И понимаю, что все так или на Женю я должна сказать вышел старик с квадратными руками. Я говорю вышел старик с квадратными глазами. на зрители таких вещей не очень понимают. Но коллеги, конечно, это... А что касается зрителей, вы знаете, спектакль такой живой, что бывает по-разному. Бывает иногда дороже, честно говоря, когда вообще замирает. Такое случается. Замирают. Не то, что они там не активно аплодируют, а вдруг... И это не зрители виноваты, а у нас пошел, может быть, какой-то драматизм больше. не знаю. Поэтому может быть правда восприятие было по-разному. Но они каждый раз по-разному. Пректакль вообще идет очень... Именно потому, что он живой, как мне кажется. Вот. Ну, вчера тебе на шатырь приносили. Президи, пожалуйста. Честно говоря, это очень странная площадка. Вот понимать, что ты четыре этажа под землей сейчас работаешь. Это мне лично не просто... У меня клаустрофобия, и я все время отгоняю от тебя эти мысли, что ты четыре этажа под землю. Ну, мне кажется, вы ответили так. Да? Да? Ну, слушайте, они на этой площадке играли лучшие коллективы мировые. Ну, как ничего. да? Чемпан, я недавно с вами познакомилась ближе, через вашу книгу «Время, кого теряло». Я вот хотела поблагодарить за эту книгу. Для меня, как человека, который немного понимается благотворительностью, она дала очень много вдохновения и очень много яжисти. Она оказала направление, потому что мы теряем, сейчас столько всего происходит, и сложно расставить приоритеты, и очень сложно и очень важно. Благодаря вашей книге я нацелилась... Спасибо. Только это не моя книга. Это наше вместе с Канти Гордеевой книга. Да, это очень важно. И, вы знаете, для меня вы просветленный человек в миру. После этой книги я вам это утвердила. Спасибо. Спасибо. А вот ты читал. Я не прочитал. У меня лежит прямо на леднице. Я шучу, шучу. У меня такой вопрос. У вас столько юмора, столько легкости. И как это возможно, учитывая то, что вы взаимодействуете с такими... Трое детей. Трое детей, да. Это отдельная история. Трое детей. Актриса и благотворительность. Именно это взаимодействие с такой темой дает понимание, что как бы в жизни есть только вот сейчас. И даже я сейчас говорю сейчас, а это уже прошлое. Все. Это жизнь, это... Ну, мы не знаем, что с нами. Нам кажется, что мы такие довольные и счастливые сейчас сидим здесь. А что произойдет через секунду, завтра, через год, мы же не знаем. Поэтому жизнь, это именно вот это вот... Вот запомнить вот это вот счастье. И это во всем. Поэтому ты и горе, и трагедию, и уходы... Я... Правда, у меня есть дети, и там, молодые взрослые, подростки, которые пошли под кожу, которые мне как дети мои личные. Ты все равно понимаешь, что такой закон жизни, она такая. Она и про это, и про это. Она и про светлое, и про хорошее, и про радостное, и веселое, и смешное, и про другое. И вот мудрость принять и то, и другое... Ну, для меня это и было взросление какое-то. И вот это вот ощущение, что это так. Получается? Принять и то, и другое? Ну, конечно, с трудом. Но да, я на этом пути. Да. Нет, получается, по сравнению с тем, что было до фонда, конечно, это небо и земля. Конечно. Да. Я хочу... Прежде чем я задам вопрос, я хочу поблагодарить вас за ваши добрые цвета. То, что вы делаете, это просто... Это просто... Это просто... Это невозможно понять, как вы это делаете, когда вы это спугаетесь. То есть не в том, что времени нет, и вы оба заняты. Вы помогаете больным детям, вы помогаете ветеранам на сцене кино. Огромная благодарность. Спасибо. Фонд «Подари жизнь» подарил жизнь девочке Варбаре, это дочка моих очень близких друзей, которая три года назад едет на сцену Ирак. И благодаря фонду «Подари жизнь» она прошла лечение, ее вылечили в Морозовской больнице в Москве. И сейчас, вот уже три года спустя, у нее очень хорошие анализы, она может учитывать. Еще раз. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Моих близких друзей, которых нет возможности вас лично поблагодарить, но я благодарю вас. Спасибо. А я, знаете, я хочу сказать, вот для меня это принципиальный момент, что фонд «Подари жизнь» — это не я, и даже не сотрудники фонда. Вот фонд «Подари жизнь» — это вообще понятие. это вы все, это Женя Миронов. Это каждый человек, который отдает свое время, свои деньги, свою кровь, свое внимание. То есть нет, ну как бы нет такого, вот там есть какие-то люди, которые вам «Подари жизнь», а есть просто благодаря тому, что людям не все равно. Вот Вадиму не все равно. Вам не безразлично. Вам не все равно. Вот только поэтому, вот каждому, да, там многих я уже знаю и люблю, и часто вижу, только поэтому это существует. Это кажется, что ну убери меня как звено, и все будет ехать. Нет, не будет ехать. Вот не будет. Вот только потому что, потому что это как, знаете эти, на берегу моря, когда из мокрого песка делаешь крепость какую-то, вот там каждая капелька важна, чтобы эта крепость состоялась. Вот я хочу вам сказать спасибо, фонд «Подари жизнь» и тебе же я не хочу сказать спасибо, что фонд «Подари жизнь» это каждый, каждый, каждый человек, который подарил свое время, свое внимание, свои средства, свою кровь, свой талант, все что угодно. Вот мы все вместе есть, и вы в том числе. Ну, Чулфана, знаете, просто мы, я вот лично просто через мебель жусь, мы поняли, насколько это, это такая тяжелая, это то, что вы делаете, ваша команда волонтеры, это целая команда, это просто что-то невозможное, но вы подаете, ваш фонд, и вы дарите жизнь, и в том числе фонд вот, Евгения Миромова. Жизнь, движение, да. Да, движение. Но без вашего участия ничего бы не получилось. Просто, 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 знайте это, и я хочу вам сказать спасибо огромное. Спасибо большое. У меня есть вопрос. Может быть, он немножко другой, но извините, у меня просто английский, потому что я музыкант, композитор. Я хотела бы узнать, какую слушаете музыку и каких современных композиторов вы слушаете, и вам нравится, или это классическая музыка, если можно немножко... Значит, я слушаю музыку постоянно. Я всех замучила, что мы в гримерке сидим все вместе, и все слушают музыку. Из современных композиторов мне очень нравится Кирилл Рихтер. Вот он мне очень нравится. Ты знаешь Кирилла Рихтера? Я тебя поставлю завтра. Давай. Я рада, что он согласился приехать к нам на Старый Новый Год, на наше мероприятие в январе в Лондоне здесь. Очень ему благодарна. Он меня воодушевляет, он мне нравится. Он не признан академическим обществом. У меня Аталия говорят, что это выскочка. Ну и пусть. Его время придет. Я уверена, что если он будет так же честно и трепетно работать, что его время настанет. У тебя есть какие-то... Нет, у меня... Ну вот мы часто работали. Невский очень... Да. У меня близок, так сказать. Я хотя очень серый. Я серый в современной музыке. Я его больше... Поскольку в классической музыке, что тут... Та-да-дам... Та-да-дам... Ну когда ты сказал... Пошли... Да. Третья часть. Третья симфония. Трамса. И все. Я... Вот это я люблю. Я решил для себя. А так я очень... Немного... Немного, вернее. Что я вру. Врублен нагло. Три у меня программы, связанные с прекрасными дирижерами. Это Гергиев, Спилаков и Юрочка Башмеш. И, может быть, в мае... 10 мая следующего года с Володей Юровским и с Лондонским симфоническим оркестром мы здесь вот будем делать концерт. Для фонда «Жизнь для жизни». Жизнь для жизни. Так вот... Безусловно, это удивительный материал, который я, например, с... С Стиваковым и Юлием Чайковского, там переписка фонда Чайковского и... Чайковский, одним словом, с Юрой Башмеш, там это письма Ван Гога, и там и Шмидке, и... и Бетховен есть, есть и современный композитор, есть и Бранкс тоже, такое сочетание. А с Гергиевым, с Валерой это был и Прокофьев, это и не так давно... Простите, Бетхову Шамбаскова... Технический текст «Вознесетского». И продраться, спустя ту какофонию, вдруг Валера на Гергиеву, на атомы ее забрал. Он, я присутствовал на репетиции, он всегда приезжает без потесений. Это катастрофа, это следница. Это катастрофа. Он прилетит в это время из Вены. Мы учим с этими стоперами, с пианистами, с кем угодно. На Валера приходит, готов, нормально, все. Я тебя махну, когда тебе вставать. А в итоге Валера заходится, и вот... Я сижу, и жду. Ужас. Это как... Это Зальцбург! Зальцбург! Пришли, Бомонд весь, а мы... Антоник Леопатра Прокофьева, Брисецкая в зале, и все. Чичилия Бартеры. Чичилия Бартеры поет в первом отделении, она тоже ждала Гергиевой, и он дал ей пять минут, а на нас не хватило времени. И он говорит, я тебе, я тебе махну, когда тебе вставать, потому что я все выучил, мы выучили, но вообще в голове просто каша. И Валера... Он еще дирижирует зубочисткой, и он... Дворчатся ко мне, а когда заходится музыка, у него это переполняет, он... Вот так вот делает, подхлюкивает. И он когда-нибудь поворачивает, и я так встаюсь, и он... Так было раза четыре, и когда на четвертый раз я встал, запела женщина, я думал, что вообще я не Антоний, ни разу, но я попросил парня плетиста, который был занят в первой части, а он на меня смотрел, и с глазами фанатскими. Я говорю, вы что, поможете? Вы заняты? В втором день? Я говорю, я не заняты. Я говорю, возьмите салфетку, идите, ну, очень далеко туда. И просто так вот... Он пошел туда, наверх. И когда... Это я уже понял, это бессмысленность. Я смотрел... А он потерял салфетку. Я думаю, что я не знаю, что он мне показывал. Он говорит, ну, ужас, но в конце успех. Я думаю, из-за чего такое случилось? Я не понял, как-то мы вылезли. Я чуть не умерла просто. Я просто истекала, потому что в какой-то момент этот человек, который потерял салфетку, он вскочил, все зрители обернулись на него. Он вскочил. Сделал так. Показать, что он успел. Это был длинный ответ на вопрос на ваш... Я сделала недавно программу. Спектакль. Надеюсь, что, может быть, когда-нибудь и приедем. Зачем ты говоришь? Я хочу послушать. Но я тоже выпила вина, поэтому я надеюсь, что я все... Это как раз вот к той теме, про которую я говорила, про то, что... Вообще, понятие жизни... Вы знаете, Элли Видель, такой философ, публицист, лауреат Нобелевской премии, узник Бухенбальского концлагера. У него есть чудесный... Такой чудесный текст. Я часто-часто его вспоминаю. Противоположность любви, не ненависть. Противоположность любви, не ненависть, а безразличие. Противоположность красоты, не уродства, а безразличие. Противоположность веры, не ересь, а безразличие. Противоположность жизни, не смерть, а безразличие. и к жизни, и к смерти. От безразличия умирают раньше, чем действительно умирают. Вот это вот ощущение неравнодушного, небезразличного сердца, это и есть ощущение жизни для меня. Удивление Юрия Левитанска. Он очень известный, очень известный. Но я его очень люблю, поэтому я хочу поделиться с вами тем, что я люблю. Боже мой, всего и дело, чтобы вглядеться, и не уйти уже, и никуда не деться от этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, чтобы вчитаться, Боже мой, всего и дело, чтобы помедлить над строкою, не пролеснуть нетерпеливую рукою, А задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль до времени неузнанной строки, Но все же строка, она со временем прочтется, И перечтется много раз, и ей зачтется, И все, что было в ней, останется при ней. Но вот глаза, они уходят навсегда, Как некий мир, который так и не открыли, Как некий Рим, который так и не отрыли, И не отрыть уже, и в этом вся беда. Но мне и вас немного жаль, Мне жаль и вас за то, что суетно так жили, так спешили, Что и не знаете, чего себя лишили, И не узнаете уже, и в этом вся печаль. Впрочем, я вам не судья, я жил, как все. Сначала слово безраздельно мной владело, А дело было после, после было дело, И в этом дело все, и в этом вся печаль. Мне тем и горе, к нему и сегодняшний удел, Покуда мнил себя судьей, пророки метил, Каких сокровищ под ногами не заметил, Каких созвездий в небесах не разготел. Я училась здесь, в лондонской театральной школе, И в королевской театральной школе. Значит, англичане, и, в общем-то, они правы, Они считают, что в мире есть два театра, Которые имеют право называть себя театром. Это русский театр и английский театр. И на самом деле, я еще училась в Берлине, В немецкой школе. И, конечно, немецкая школа, это просто небо и земля. То есть, это ничего общего, совсем. Это голая форма, очень выверенная, такая четкая форма. И когда так получается, что у актера природа, Отзывчивая, на эту форму вот это все ложится, Тогда это феноменальное, что-то фантастическое. Но это очень-очень редко. Мне кажется, что между русской театральной школой И английской театральной школой Нет никаких различий. Вот это мое совершенно сугубо личное ощущение. То, что я увидела, там, и часть здесь, То, что говорили педагоги. Все, конечно же, немножко больше преобладает техники, Чем в русской театральной школе. В русской театральной школе, это все-таки, Прежде всего, про душу, да? Я как-то школу вообще не очень признаю вам, честно скажу. То есть есть во всех школах Какие-то персонажи, которые поворачивают вообще историю. Понимаете? Гордон Крэг, Лоренс Оливье, Михаил Чехов. Импера какая-то школа. Это какой-то талант. Просто талант. Причем, я когда читал дневники Олега Ивановича Борисова, И очень любил, уважаю, Он там зафиксировал очень важные вещи. То, что школа Станиславского или другие школы, Они действительно очень важны, как методология, Но какой-то серьезный артист, безусловно, вырабатывает свою школу. Если говорить про явные отличия, Я где-то в Гонконге, по-моему, сказал в интервью. Это удивительным образом. Я не знаю почему. Это, наверное, очень глупо. Но русские артисты плачут по-настоящему. Понимаете? Это очень странно. Потому что, ну как, Еще особенно понимают, Что здесь на Западе принято 60 спектаклей, Там играть подряд, Или 40 спектаклей. Зачем можно умереть? Но у нас и умеряют. И тогда я увидел интервью Смутуновского, Где он репетировал царя Федора Яковлевича. Он говорит, Это отняло у меня 10 лет жизни. Вот я так отнесся к этой работе. А по-другому я не мог отнестись. Это такой текст. И я вот после этого заболел. И полгода он бежал к Тащенко. Ну, я уж не знаю там, Как это все было. Полгода меньше. Но такое отношение. Почему? Потому что... Ой, завтра мне Иванова играть. Понимаете? Такое отношение, Может быть, даже от учителей тоже передалось. Каждый спектакль, Пытаться, по крайней мере, Сделать открытие. И даже откровение. Я не просто выхожу. Я не просто успешно что-то там, Хорошей роли или в каком-то. Это вскрытие себя. Вот просто вскрытие сейчас и здесь. Хочется тебе играть или не хочется играть? Не имеешь право. Есть силы, нет силы. Скрыть себе вены. Прямо сейчас. Вот такая профессия. А по-другому нет, Потому что это чувствуется из зала. Как скажешь про мельцев. Ну, прекрасно, чудесно. Ну, как обезьянки. Все умеют, понимаете? Все, тык-тык-тык-тык. А у меня вот стена. Меня никак отробивает. Понимаете? А я когда... Я когда... И Женя играет свой монолог в Иванове. Я сижу в гримёрке и слушаю трансляцию. И я умираю. Я начинаю плакать. У меня грим, мне нельзя плакать. Я сижу в гримёрке. И я просто слышу текст. А я начинаю плакать, потому что Женя играет про героя, про себя и про меня тоже. Потому что я весь этот монолог примеряю к себе. И он попадает в меня. Я понимаю, что это про мою жизнь. И это про меня. И я сижу и рыдаю. А потом мне надо вытереть сопли, как вы уже слышали. И выйти как ни в чем не попадал на сцену. Но это... Да. Это да. Но есть английские актёры, которые по-настоящему... Тоже плачут по-настоящему. И переживают по-настоящему. Немцы... Нет, наверное. Немецкая школа нет. Хотя она тоже очень интересная. Вообще, конечно, школа это какая-то советская история. Такая однопартийная. Есть партия одна. Мы в неё верим. Каждый артист, он подбирает где-то отсюда немножко, отсюда немножко. Я не верю, что есть гениальный артист, который только по одной лыжне едет. И абсолютно счастлив. И ничему новому не открыт. Был момент, когда... Ну, когда внимание вот с английского нашего фонда Gift of Life немножко так ушло, потому что как-то всё было очень хорошо. А сейчас обратный момент. Сейчас мы вдруг поняли, что... Вообще возможность, то, что мы здесь собираем деньги, здесь же закупаем лекарства. И только лекарства уже отсылаем. Или оплачиваем дорогу врачам. Отсюда это сделать намного проще. И без Gift of Life, Подари жизнь, наверное, не выживет. Вот это прям вот данность такого сегодняшнего дня. Не выживет. Потому что времена непростые, тяжёлые. Я уверена, что мы их пройдём. Потому что нам не всё равно. Но тем не менее, вот лондонский фонд очень и очень сегодня важен. Вот спасибо, что вы нас... Как-то верите в нас и поддерживаете нас. Системная помощь. Это профессионально. Вот это профессионально. Потому что тут точно знают, как помочь. А не так, есть у тебя кинул денег. Молодец, замечательно. Но только они все такие крутые ребята. Они призывают помогать, ну, самостоятельно. И это огромная ошибка. А это армия. Блогеров особенно. Это армия. И они делают вред страшнейшим. Потому что есть уже профессиональное сообщество. Простите, что я сейчас пользуюсь случаем. Мы впервые открыли первый детский центр протезирования. В России профессионального центра протезирования для детей. Который мы делаем не протезы, которые делали в московских клиниках. Где дети ходить тяжело могут. А наши дети, потому что мы в Америке обучили протезистов. Обучили врачей-хирургов. И это сейчас в комплексе все работает. И на этих протезах они катаются на горных лыжах. Они без рук, без ног ребята. Которые в детских домах. Они заканчивают юридические факультеты. Первый парчик, Саша Шубчин, про который учеба рассказывает. Он так получилось, что его семья усыновила. Тут же не было этого идиотского закона. У него усыновила семья. Он закончил юридический факультет. У него сейчас есть девушка. Он катается на горных лыжах. Он приехал сегодня в Лондон. Красавец! Понимаете? А был обрубок. Обрубок. Нет. У него два пальца на каждой руке. И нет ног. Мать его сдала. Как говорится, наркоманка. Поменялась жизнь. Это системная помощь. Я сейчас не говорю про наш фонд. Это системная помощь. Мы должны это понимать. Потому что огромное количество людей. Врачей, специалистов. Они все работают на это. Но как же не понять всем этим звездам. Этим. Блогерам этим. Простите меня. Подожди. Время придет. Все будет хорошо. Спасибо огромное.